Последняя история посвящена этой стодневке. Сто дней подряд я снимала видеоистории. Когда я вообще придумала этот марафон, этот челлендж 100 видеоисторий, я понятия не имела, как это отразиться на всем, что вообще дальше со мной произойдет. У нас взлетел youtube, у нас оттуда стали приходить клиенты. У нас вообще какая-то движуха началась в соцсетях и этого я совершенно не предполагала без рекламы. Ну то есть просто за счет того, что люди увидели живого, естественного, обычного, нормального человека с какими-то там тараканами, с какими-то сложностями, с какими-то историями живыми, настоящими. И, наверное, это и привлекает. Поэтому я очень благодарна Богу за идею и самой себе за то, что я это начала. Кроме того, вы знаете, я прям выписала себе выводы. Вчера летела в самолете в Москву и выписала выводы. Я стала спокойно принимать себя, свой возраст, свои морщины, свое лицо, свой голос. Ну то есть я сама к себе привыкла за это время, что я вот такая, что люди воспринимают и видят меня такой, а не тот образ, который у меня у самой в голове и не тот образ, который я вижу в зеркале. А видео, он дает такую реальную картину. Ну то есть я стала спокойно относиться к своей зрелости. И мне это очень нравится. Ну то есть да, вот у меня такие морщины, да, у меня такие щеки, такие там, не знаю, волосы, где-то что-то. Ну то есть это настолько естественно, настолько нормально. Вот я сейчас в доме у родителей в Подмосковье. Ну то есть вот такие шторы, такой там шкаф, там кресло. Ну то есть вообще все это настолько не важно. Важно, с какой энергетикой я снимаю. Потому что вот это настроение, вот эта энергетика, вот эта жизнь, вот это все, оно передается через вот эти короткие видео истории. Я заметила, что очень важно, в каком состоянии я снимаю эти видео. Ну то есть если я устала, если мне скучно, если я сама рассказываю какую-то историю, но у меня нет энергии в этой истории, то она набирает очень маленькое количество просмотров, эта история. Если я на подъеме, если я такая, ну заряжена, если я такая ду-ду-ду-ду-ду-ду, то это видео тоже набирает истории. То есть энергетика чувствуется, я не знаю, там через расстояние. Потом я заметила, что я в основном вспоминала истории, которые связаны с очень сильными какими-то эмоциями, чувствами, переживаниями, которые были в моей жизни. И это могут быть там эмоции страха, грусти, какой-то потери, чувство вины, чувство обиды, там какие-то казусы, какие-то смешные истории, где-то радость наоборот, где-то счастье, какие-то вот эти моменты, они чаще всего и вспоминаются. Потому что вот эти, я поняла, что вот, ну, обычная жизнь, ну вот что про обычную жизнь скажешь? Ну вот да, я сходил в магазин, да, там я встретилась с мужчиной, да, мы пошли в ресторан, да, мы сходили в кино, да, я поехала туда, я поехала сюда. Ну то есть вроде как и рассказывать нечего. А когда вот что-то такое случается, что-то такое, ну, смешное, необычное, казусное, то это и вспоминается. Поэтому, наверное, ну, имеет смысл что-то такое в жизни делать как можно больше, чтобы вот этих воспоминаний было больше. Я завтра лечу на Камчатку, поэтому я надеюсь, что я тоже привезу оттуда еще истории какие-то. Что еще? Я, конечно, да, поняла, что краткость сестра таланта, поэтому я постараюсь сегодня коротко подвести итоги. Еще будет статья в журнале «Жить интересно» про выводы все, я их коротко набросала. Короткие видеошотсы у нас очень хорошо выстрелили. Потом «Одна история, один смысл». Ну то есть не надо очень-очень много смыслов передавать, а вот «Одна история, один смысл». Если я пытаюсь влепить туда несколько смыслов, то история немножечко так размазывается. Я осознала, что для меня важно, а какие-то истории уже потеряли смысл, уже потеряли свою актуальность, и я их даже не стала рассказывать, хотя они у меня изначально в списке были. Потом мне очень понравилось, что я вдохновила своих клиентов, своих коллег, и я даже вдохновила Армена Петросяна, который как раз затеял вот эту студневку, ну то есть на то, чтобы какие-то свои челленджи устраивать. И я очень радуюсь, когда другие люди вдохновляются тем, что я делаю, и они что-то свое тоже делают. То есть кто-то свои там начал марафоны до хвостинга, кто-то тоже видеоистории стал записывать. Ну то есть это очень круто. Потом я стала замечать косяки в своих видео, где я спотыкаюсь, где-то что-то вот, у меня есть, знаете, такая привычка говорить «и-и», и дальше какое-то предложение. То есть кто-то какие-то слова-паразиты вставляет, а я вот это вот слово-паразит, такой «союз-и» вставляю везде, и за счет этого, конечно, немножечко так сглаживаю вот это повествование. Дальше что еще? Больше вроде все. Я пока коротко выписала, может быть, завтра полечу в самолете, у меня будет восемь с половиной часов еще времени на то, чтобы еще вспомнить какие еще выводы, какие еще осознания после этой студневки. Но я решила, самое интересное, что я решила, что я буду продолжать снимать видео не каждый день уже, а просто вот в каком-то формате добавлять вот к этим 100 видео, буду добавлять еще истории, те, которые со мной или уже случились, или уже будут продолжать случаться, что-то будет вспоминаться. Потому что я понимаю, что это, знаете, такой хороший архив вот этих историй, которые можно передать потомкам. Когда у меня родятся внуки, я надеюсь, что мои внуки просто посмотрят эти видео, посмотрят, а бабуля какая у нас была крутая, или правнуки. То есть мне кажется, что это очень крутое наследие для тех, кого я вообще уже, возможно, не застану, не увижу или увижу, но уже когда буду в каком-то более-менее преклонном каком-то возрасте, когда они родятся. Ну то есть это, я не знаю, это история, которую я создала, и вот эта история, которая создалась за счет этих 100 видео, она вдохновила саму меня. Потом самодисциплина, вот еще там такой момент, когда я сама себя стала больше уважать за то, что я дала себе слово, и я каждый день снимала эти видео. И у меня самоуважение еще больше к себе повысилось, я поняла, что ну я очень крутая, я могу каждый день вот что-то делать, 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 маленькими шагами и приходить к большим результатам. Я про это знала, но когда есть вот прям вот доказательства, то это очень круто, хорошо прям играет. Никакого синдрома самозванца точно у вас не будет, если вы затеете какой-то похожий челлендж. Вот, наверное, и все коротко, чем хотелось поделиться. Ну и самое главное, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что поддерживаете те люди, то окружение, которое появилось за счет вот этих видео. Это, наверное, самое драгоценное. На сегодня все. С вами была Ирина Дель Соль. Всем ромашек!